Поселок Бельмесёво всего 20 километров от краевого центра. Чистый воздух, красивая природа. В этом месте в 2012 году, после указа президента обеспечить всех многодетных семей землей, парнаульские власти выдали участки. Но построить там дом и отпраздновать новоселье люди не могут вот уже 6 лет. Когда многодетные семьи получили здесь землю, то счастья их не было предела. Здесь есть и школы, и остановка общественного транспорта, и магазины. Правда, когда они приехали на место, то радужная картина рухнула. К выделенным участкам не проехать, а коммуникации полностью отсутствуют. Ольга, скажите, где ваш участок? Ну вот где-то здесь, на этом бескрайнем поле, которое уже, видите, заросло деревьями, травой. Сейчас многодетная мама Ольга Бабушкина и ещё сотни семей, которые получили здесь землю, не могут даже её распознать. На некогда чистом поле растут деревья в человеческий рост. Ольга с мужем воспитывает пятерых детей. В отличие от других семей, которым приходится снимать квартиру, жильё у Ольги есть. Старшие дети, женщины учатся сейчас в университете в другом городе, но когда вернутся, ютиться семерым в доме будет трудно. Для того, чтобы дети вернулись домой и начали уже свои семьи обзаводиться, свои дома строить, конечно, нам вот этот участок очень необходим, очень нужен. И мы ждём, когда мы можем начать на нём строиться. В 2015 году многодетные семьи добились через суд, чтобы городские власти обустроили участки, провели необходимые коммуникации. Накануне в Алтайском заксобрании вопрос по Бельмесёва стоял остро. Чиновники рассказали, что проблема уже давно решается. А на вопрос, почему так долго, пояснили. Сложно прокладывать коммуникации в этом месте. К примеру, чтобы пробурить скважину, требуются большие деньги, так как вода залегает очень глубоко. На данный момент ведётся разработка проектов. Это очень, как нам пояснили специалисты города, это затратный проект, это не просто так всё. То есть это очень сложно. Ну и пообещали через одну-две недели предоставить нам, скажем так, отчётность о том, на каком этапе это всё находится. На встрече в АКЗС присутствовали и те семьи, которые до сих пор стоят в очереди на землю. Всего в списке почти пять тысяч семей. А землю дают максимум четырём в год. Но с недавними поправками в закон о выдаче бесплатной земли многодетным претендовать можно и вне очереди, если сам нашёл свободный участок. Только выбирать стоит внимательно. Если нет коммуникаций, город проводить ничего не будет. Не поможет даже суд, так как землю люди выбирали сами. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.